Веб-ассембли такого не было. На самом деле метапы такие уже проходят. Два из них самых популярных проходят в Мюнхене и Сан-Франциско. Там уже по пять, наверное, были. В Мюнхене на следующей неделе снова еще один будет. А в остальных городах вроде по одному. Но они есть. И они начинают сейчас развиваться и появляться. Вопрос, который всех беспокоит в первую очередь, как правильно произносить? Правильно произносить веб-ассембли или вазм. В общем, не веб-ассембли, не веб-ассембли. Не веб-ассембли, не веб-ассембли. Леша, ты расскажи, что у нас в истории. Собственно, веб-ассембли. Идея в следующем, что веб-ассембли, собственно, в этом, и можно еще коротко вау. Это стандарт, который предлагает, что вы можете, собственно, портировать любую программу, определенный номинарный формат, который впоследствии можно будет опускать в различных окружениях. Можно тебя попросить перейти в ту сторону, потому что рядом на колонку это чуть-чуть фольнейше. Собственно, веб-ассембли было нотировано в чемпионском году. Ну, фон все-таки идет с второго микрофона. Да, собственно, да. И до этого были тоже реализации на ту же самую тему, но только в этом не было настолько... Процессы были дублиционные, и, то есть, говоря, что реализации шли от гендеров браузера, но такого глобального процесса, собственно, не предполагалось. Вот. Это, то есть, Asm.js и GoogleMate. В 2017 году у нас появился уже дизайн минимально юзабельного продукта. и в 2018 году у нас появились спецификации конкретные, наиболее конкретные. Это Salesforce спецификация, которые уложены уже соответственно, да, то есть, основная JavaScript interface — это отдельная вещь, да, FBYP, FDI — это уже отдельная вещь. И, собственно, как отдельная спецификация, было выделено VASI — это интерфейис, который позволяет вам общаться с системами. Это, по сути, липси только для WebAssembly. Вот. Ну, и применение, собственно, браузера, потому что стримы, комбинат, комбинат, и очень любые другие встраиваемые системы. В принципе, все эти браузеры — это встраиваемые системы. То есть, можно всех объединить в одну категорию. Вот. Ну, и там есть свойства некоторые, да, которые очень ценны в этом формате, да. Потому что, почему он переносимый, ну да, то есть, потому что там он дает некие гарантии. То есть, это детерминизм там, да, и многое такое. Вот. Но самое главное — детерминизм. Вот. и, в принципе, кто разрабатывает. Да, это я. Это уже вот расскажет Сергей. У меня, видимо, вот это не нужно, да? Угу. И вот эта камера тоже... Васим, Васим, Васим. Васим, мне даже не возник. Она может нафиг слышать. Нет, микрофон, у меня же вытучка может. Нет, я слышал? У меня слышал. У меня на голове. Нафиг. Тучка не работает, в этой самой колонке. Блин. Спереди. Так. Вообще, как разрабатывается WebAssembly? Есть две рабочие группы, точнее есть две комьюнити-группы, обе они в рамках WTC, то есть в мировой веб-консорциум. Комьюнити-групп представлено, вообще туда может пойти кто угодно, например, я там стою, и там можно участвовать во всяких, ну вообще любые обсуждения, они открыты, можно у них участвовать и влиять как-то, узнавать новости. Есть рабочая группа, в которую входят уже Google, Apple, Intel, Microsoft, в общем, крупные всякие чуваки, которые делают имплементацию непосредственно и занимаются имплементацией. Вообще, что почитать, самое главное, это все будут, может сейчас не фоткать, потом QR-код будет, там все ссылки будут. Официальный сайт, на нем достаточно много информации, на нем все спецификации, которые есть, есть MDM, но там в основном только про WebAssembly в браузере, но там довольно хорошие статьи и хорошая документация тоже. Разработка вся открыта, как я уже сказал, ведется на GitHub, в организации WebAssembly, там же есть репозитории со всеми предложениями, которые в него есть, я его, собственно, имплейню. Есть еще очень много, ну, отдельные репозитории для пропозавлов, еще очень много всего. Так, хочется поблагодарить наших партнеров. Это IPOnWeb, которые нас здесь сегодня приютили, нас кормят поют. Это Fluence, которые также приготовили подарки за вопросы. И это Mosk.js, за то, что они нас свели, мы их тоже добавили, за то, что нас свели с IPOnWeb. Так, кому присылать доклады, чтобы вообще в будущем выступить, если что? Доклады присылать можно мне или Рёше, это вот наши контакты, они также там будут в QR-коде, дальше. Еще самое вообще крутое, что хочется о чем сказать, это есть WebAssembly.ru чат в Телеграме, в нем уже сейчас 400 где-то человек примерно. Это самый крупный чат по WebAssembly вообще в мире. То есть следующий чат, в нем где-то 30 человек находится. И там из WebAssembly Community Group. Это ARC, если что-то можно сказать. Вот, здесь 400 человек, там есть один из создателей AssemblyScript. Ну, не создателей, а как-то сейчас его развивает. В общем, очень много разных других людей. Даже приходят люди, которые не говорят по-русски. Они с Translate переводят, что мы там, как мы общаемся. Поэтому вот это самое. Вот, это наше расписание. И вообще, на самом деле, уже, судя по всему, пора приступать. Сначала у нас будет доклад в WebAssembly и браузерном окружении Ателей Чертавлицкого. Я думаю, что уже можешь идти пока. Идти пока сюда. Да, и про подарки сказал. Подарки, вот, вы даете вопросы хорошие, получаете подарки. Отличные подарки. Еще лучше. Да, и вот QR-код, который со всеми ссылками. Фотографируйте сейчас пора. Там все вот эти ссылки, что почитать, куда присылать доклады. В общем, все о чем мы говорили. И у нас 399 человек, а не 4. Я вообще разговаривал. 399. Кто-нибудь один добавьте срочно. Все, то есть больше не надо. 404? Уже? Только что было 395. Мне осталось. Ну давайте включайся. Давайте включайся. Продолжение следует... Продолжение следует... changed.